Время новостей на канале Абаза. В студии Наса Дубинина. Здравствуйте. В ночь на четверг в Сухуми в ряде районов Абхазии прошла гроза, сопровождаемая сильным шквалистым ветром. В городе повалены десятки деревьев, со многих зданий ветром сорвало кровлю, повреждены линии электропередачи. Дождь привел к затоплению первых этажей многих частных домов. Ветром повреждены кровли трех сухумских школ – 15, 7 и 8. Наши корреспонденты с утра работали на улицах столицы. В кадре повалены деревья, электрические провода и столбы, затопленные улицы – настоящее стихийное бедствие. Предлагаем кадры вашему вниманию без комментариев. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Во многих районах города света нет с ночи, с самого начала стихии. Работники СУЭС перешли в чрезвычайный режим работы. Здесь довольно-таки серьезные ситуации, серьезными авариями. Одним днем мы не сможем ликвидировать все последствия стихийного бедствия. Я думаю, что дней на 5-6 работы нам есть. На сегодняшний день максимально кого можно будет запитать и подать электронергию, мы это сделаем. Остальное будем уже как бы в усиленном режиме заниматься восстановлением наших сетей коммуникации. Даже приблизительный ущерб от шторма сложно подсчитать. Сейчас все необходимые службы задействованы на ликвидацию последствий стихии. Стихия бушевала в Сухуме всего несколько часов, но нанесенный ею ущерб виден невооруженным глазом. Особенно сильно подтопила дома и магазины, расположенные вблизи городских речушек. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто пострадал от наводнения. Репортаж Марианы Котовой. Мастерская Амры Шакай расположена в низине рядом с речкой, которую в народе называют гнилушкой. Ночью она вышла из берегов и затопила ателье национальной одежды. Ветер сначала был, сильный ветер, потом как-то дождь начался, светло включили. Я уже знала раньше тоже, что вода заходит. И я где-то часиком три-четыре я встала, пришла уже, она уже была заходит. Это моментально, быстро так. Уже невозможно было зайти. До утра я не могла сюда заходить. Темно, свет нет. Когда Амра все же попала в мастерскую, то поняла, что почти все заказы придется перешивать. Костюмы для целого танцевального ансамбля были готовы к примерке. Восстановлению они уже не подлежат. По предварительным подсчетам ущерб Амры Шакая около 400 тысяч рублей. И это не впервые. Такая же история приключилась здесь два года назад, когда город также пострадал от стихийного бедствия. Тогда многие получили компенсацию с бюджета. Но Амра Шакая не стала просить деньги у государства. В этот раз женщина не уверена, что справится своими силами. Я тогда тоже никому ничего не сказала. Сама своими. Не знаю. Если помогут, помогут. Спасибо, скажу, если помогут. Неподалеку от мастерской подтопило продуктовый магазин. Оценивать размеры финансовых потерь его владельцы пока даже не берутся. Но в том, что они огромные, они не сомневаются. Во-первых, у нас продукты испортились. Холодильники еще не вариант, они будут работать или нет. Вот посмотрите, вода до какого уровня дошла. Терминал нам только поставил аквафон. Тоже вот мы его выключили, но он гудит. Тоже не вариант, что он работает. Мы, в общем, в шоке. Мороженицы. Два холодильника мороженицы. Их надо уже выкинуть. Полуфабрикаты уже растаяли. Не только неуправляемая стихия виновна в подтоплении, считают горожане. По мнению Анаит, если бы речка не была замусорена, то вода не разливалась бы по городу, а свободно проходила по руслу. Как только идет дождь, забивается вся канализация, вода течет по улице. Все, видать, люди кидают мусор в речку. Она забивается. Потом мы сами ходим по этой речке. Я просто устала говорить об этом. А тем временем вода потихоньку стала сходить. Если еще в 10 утра в районе вокзала из-за разлившейся реки стояла многометровая пробка, то уже к полудню дорога высохла. Еще два часа назад сложно было представить, что по этой дороге могут ездить машины. Она была больше похожа на русло реки. Но буквально спустя несколько часов уровень воды резко упал. Значит, не так уж много ее было. Просто что-то ей мешало проходить по естественному руслу. Вот этот мусор наверняка и мешал. А теперь гирляндами развесился по берегам речушки. Сдается, что здесь он больше никому не создаст неудобств. И так и останется висеть до следующего наводнения. Стихия нанесла серьезные уроны ряду районов Абхазии. Затоплены первые этажи многих частых домов в Гудауте. Как сообщает Абснепресс, река вышла из берегов и подтопила первые этажи 70 частых домов. Сотрудники администрации Гудаутского района ведут подворный обход, фиксируют ущерб нанесенной стихии, поскольку всем пострадавшим планируется оказать помощь со стороны государства. В Новом Афоне ветром повалило деревья, полгорода осталось без электроэнергии. Пострадали торговые палатки у подножия Новоафонского монастыря. Пострадали многие частные хозяйства в Гулырыбшском районе, дома в поселке Агудзера. Ветром повалило кукурузу на полях. Есть проблемы с подачей электроэнергии. Повалины деревья. Ливневыми потоками размыло проселочные дороги. Гулырбский РЭС ведет ремонтные работы, восстанавливает поврежденные линии электропередач в селах Мачара, Пшап, Мрхеул и Багмаран. Пострадали дороги в селах Багмаран, Мачара, Пшап. Ливневыми потоками смыло до 40 метров новая градо-психиатрического диспансера Минздрава, где завершаются ремонтно-восстановительные работы. Не обошла стихия и Ачимчирский район. В городе подтопило дворы и первые этажи 10 частных жилых домов. В селе Челоу из-за ливня поднялся уровень в реке Дуабы смыло два моста. В Челоу утром побывал исполняющий обязанности висе-премьера Беслам Будба, который ознакомился с ситуацией на месте. Общественная организация «Деловые женщины Абхазии» выступила с обращением в связи с предстоящими досрочными выборами президента страны. Сегодня Абхазия находится на важном этапе своего экономического, политического и социального развития. И мы надеемся, что к власти придет честный, компетентный, справедливый, доступный к восприятию мнения народа человек. Отмечается в частности в обращении. Деловые женщины Абхазии хотят видеть проведение прозрачных выборов без давления, без перекосов и скандалов. И только тот, кто победит в честной борьбе, будет достоин занять место главы государства. Но самое главное наше пожелание – это то, чтобы все мы признали результаты выборов, поддержали и приняли того кандидата, которого изберет народ, и не допустили противостояния. Подчеркивается в обращении. Сейчас страница истории Абхазии. 7 августа 1993 года в зоне грузино-абхазского конфликта начала свою деятельность миссия ООН. 7 августа 2003 года премьер-министр Ауль Хаджимба встретился с губернатором Краснодарского края Александром Качевым. 7 августа 2008 года Абхазия привела свои войска в боевую готовность в связи с обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. 7 августа 2009 года в годовщину августовских событий официальная делегация Республики Абхазия во главе с президентом Республики Сергеем Багабш прибыла в Цхин-2. 7 августа 2009 года после капитального ремонта открылся Сухомский родильный дом. Аквафон запустил сеть 4G по всей Абхазии. Накануне вечером в столице на набережной Махаджиров прошла презентация суперскоростной сети от первого мобильного оператора Абхазии. На презентации царила праздничная атмосфера, созданная усилиями сотрудников компании. На берегу была организована открытая терраса, а гостей ждал фуршет с летними коктейлями, фруктами и десертами. На запуске 4G от Аквафон побывала и наша съемочная группа. Подробности в материале Леонора Гелаян. Если в Сухуме все дороги ведут на набережную Махаджиров, то на самой набережной все дороги ведут к легендарной Брехаловке. Накануне гостей столичной набережной ждало грандиозное шоу. Презентация 4G интернета от первого сотового оператора Аквафон. Торжественная часть презентации, непосредственно запуск суперскоростного интернета, транслировалась в прямом эфире государственного телевидения. Нажатием символичной 4G-кнопки технический директор Аквафон Даур Курсая запустил сеть четвертого поколения. С удовольствием запускаем сеть 4G. После запуска суперскоростного интернета Аквафон показал, как работает связь на практике. Ведущий вечера прямо с Брехаловки при помощи 4G интернета от Аквафон соединился с офисами обслуживания в Цандрипше и Ткуарчале. И если из Цандрипшского офиса на связь вышел Михаил Цкуа, лицо 4G от Аквафон, то восточный центр первого сотового оператора представил самый знаменитый нарт из Абхазии – звездателей канала ТНТ Тимур Тания. Эта онлайн-конференция была своеобразной проверкой 4G, ведь интернет запущен по всей Абхазии, и гости презентации смогли в этом убедиться. Праздник 4G от Аквафон смог стать настоящим подарком в эту ненастную погоду для сотен жителей и гостей столицы. Казалось, что дождя не замечает никто, ведь под солнечным оранжевым логотипом Аквафон всегда тепло, и Александр Шоуа, выйдя к многочисленным, промокшим, но счастливым зрителям, это прочувствовал. Ни проливной дождь, ни грозы, ничего не смогло затормозить. Запуск суперскоростного 4G интернета от компании Аквафон, так же, как ничего не помешало суперзажигательному концерту от Александра Шоуа. В праздничном концерте Александра Шоуа в честь запуска 4G звучали популярные хиты всех времен и народов, от легендарных битлов до композиций самого Шоуа, так согревающих под субтропическим ливнем песен про дождь. Музыка Гости вечера убедились, для того, чтобы было жарко, вовсе не обязательно палящее солнце, вполне достаточно знойных ритмов, теплая атмосфера и зажигательных танцев. Погода не мешает, видите, все собрались, всем все очень нравится. Хорошее настроение, бодрое и точно помеха. Такие мероприятия обязательно нужно делать, потому что это привлекает народ. И, мне кажется, происходит какое-то и тенение людей здесь. Замечательно, погода абсолютно не мешает, у всех прекрасное настроение, мы очень рады. Очень-очень хорошо, прекрасно. Хорошо время проводим, большое спасибо Аквафону. Супер, мы влюблены. Логичным завершением жаркого праздника под холодным дождем стал салют. Со стороны 4G-островок в прохладный вечер напоминал ставший классикой фильм 50-х «Поющие под дождем». Вот только, когда на смену Александру Шоуа на сцену вышел известный московский диджей, резидент Соха-Рум Аслан Гуля, все поющие затанцевали так, что даже дождь начал попадать в ритм. Завершение выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, 8 августа в столице ожидается переменная облачность. С временами дождь. Температура воздуха днем плюс 27, ночью 21. Морская вода плюс 27. На этом пока все. Удачи, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин